В Санкт-Петербурге, в Матвеевском саду на Петроградской стороне, был совершен молебен у поклонного креста, который установлен на месте взорванного храма апостола Матфея и покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее в сюжете наших петербургских коллег. Матвеевский сад, где прошел молебен, некогда был церковной территорией. Матвеевская церковь появилась на Петроградской стороне еще в XVIII веке. Храм посвятили победе русских войск в Нарве, которая свершилась в день памяти апостола Матфея. Апостол Матфей – это XIII апостол, который был избран вместо Иуды апостолами, как вы знаете. И вот в этот день в его памяти совершилась эта победа, и Петр I учредил и сдал указ о том, чтобы поставить на этом месте храм. Храм неоднократно перестраивался и расширялся. Матвеевская церковь имела покровские и сергиевские пределы. По преданию, прихожанкой церкви была Ксения Петербургская. После революции храму присвоили статус собора, чему способствовало обновленческое духовенство. Но от гибели это его не спасло. В 1932 году собор взорвали, а обломки засыпали. Сейчас о нем напоминают только поклонный крест и информационные стенды. Были проведены в 2001 году разведки археологические, которые показали, что действительно на том месте есть фундамент. И эта церковь была внесена как выявленный объект культурного наследия. Присвоенный статус культурного наследия стал началом предметного разговора о воссоздании храма. Мы говорим о восстановлении последнего храма, каменного храма, покрова Пресвятой Богородицы и апостола Матфея с пределом Сергия Радонежского. Если посмотреть карту храмов в Петербурге, то вот в этом месте он просто просится, этот храм. Он здесь когда-то был, и когда смотришь старые фотографии, видишь, как он здесь хорошо вписывался в это место. Как будто это место специально для храма и существует. И, конечно, если он будет поставлен на свое историческое место, он будет и не только как памятник архитектуры, напоминанием о том, что здесь было, но и, конечно, место для молитвы в первую очередь. Нам необходимо на этом месте провести археологию, выяснить, что сохранилось от старой церкви, сохранились ли фундаменты, в каком они находятся состоянии. Возможно ли их задействовать, использовать для строительства уже, получается, воссозданной новой церкви или придется делать новые. Молебен перед началом доброго дела возглавил протеерей Константин Нецветаев, настоятель матфеевского прихода. Затем молящиеся прошли крестным ходом вокруг насыпи, скрывающий фундамент разрушенного храма. Спасибо всем, кто пришел помолиться в этот день, в день, когда мы решили собраться и спросить у Господа благословения на благое дело, восстановление храма, который некогда был разрушен безбожной властью. И теперь, с Божьей помощью, мы хотим помолиться и попросить, чтобы Господь сподобил вернуть храм на место.